Маркет Бердск – это уникальная площадка для ремесленников, для предпринимателей – это возможность найти новых клиентов и расширить географию поставок. Свои изделия на очередной ярмарке представили 26 мастеров. Более года назад мы придумали эту идею именно в современном формате проведения маркетов, то есть так называемых ярмарок мастеров. Мы очень любим наших мастеров и мы почему-то думали, что это будут только участники из города Бердска. Но потом к нам начали приезжать уже из Искитима, из Черепанова, из Новосибирска, из Линёва, у нас даже из Кольцова есть участники. Мы всем рады и они рады к нам приезжать и показывать свой труд и продавать. И сейчас, например, когда за счет каких-то санкций кто-то пропал с рынка, самое время на него выходить мастерам и предлагать свое творчество, предлагать свои варианты какие-то изделий, одежды, ну то есть они абсолютно разнообразные. Когда ты приходишь на маркет, это в первую очередь реклама, самопрезентация. Удивительные вещи из эпоксидной смолы. Выглядит как мрамор, а весит как пушинка. Эпоксидная смола популярна во многом, благодаря идеальному глянцу и поразительному сходству с природным камнем. Мне очень нравится делать иконы. Заливаю иконы и в них залиты сухоцветы, которые я сама собираю, сама сушу и все это потом заливается. Здесь цветочки все, они со смыслом. Допустим, хлеб – это богатство. Лавр – это власть. Роза – это красота. Здесь и пижма, здесь и бессмертник – это долголетие. На первый взгляд эти букеты из живых цветов, однако сделаны они из мыла. Для того, чтобы создавать такие композиции, нужны навыки флориста. В основном он берется, конечно, для красоты, не для того, чтобы мыть руки, но кто-то и моет руки. То есть, ну, постоял немножко, потом они его используют уже для мытья. Но вообще это декоративная, естественно, мула. Домик для белочки – это защита от снегопадов, кладовка с разнообразными запасами еды, место для рождения детенышей. У меня возле дома на постоянной основе живет пять белок. Они приходят ко мне каждое утро и требуют еды. На производство одной такой кормушки у меня лично уходит примерно неделя кропотливого труда. Ремесленники охотно делились с посетителями секретами своего мастерства. На ярмарке представили штучный товар, эксклюзив, уникальные работы, которые не увидишь на обычных прилавках в магазинах.